Ирина Климова Ирина Климова Ирина Климова Ну и может быть у нас все-таки сейчас не очень стабильная экономическая ситуация, поэтому какие-то грядут изменения ввиду наличия концепции. Ну вот есть концепция, есть уже принятые законопроекты, это только один законопроект по поводу курортного сбора? Да, уже у нас на сегодняшний момент введен курортный сбор и на текущий момент только 4 субъекта, в которых, ну вот, скажем так, как проба. Ну, в том числе вот Краснодарский край, Крым, то есть теперь, если мы направляемся туда отдыхать и останавливаемся где-нибудь в гостинице... Это будет еще дороже. Ну, с нас будут определенные денежные средства собирать за каждый день. Изначально установлена сумма в размере 50 рублей. То есть в дальнейшем до 100 предполагается увеличение. Пока на 5 лет вот этот курортный сбор установлен для того, чтобы посмотреть, как будет все-таки ситуация развиваться и действительно будет ли вот данный налог, да, приносить пользу этому краю. Да, потому что вот здесь уже речь идет все-таки о целевом характере, потому что прямо указано, что будут денежные средства направляться на развитие данного региона в части именно туризма, да. То есть на, там, реконструкцию, либо создание новых каких-то пляжных зон, либо парков и тому подобное. То есть зон, которые конкретно для отдыха будут предназначены и для развития туристической деятельности. Нет, ну, я считаю, что это вполне адекватно. И думаю, что данный вид налога действительно должен принести какую-то, ну, пользу для субъектов, где они применены. А вот такая концепция 22-22, мы о ней сегодня говорили, можно поподробнее? Ну, если говорить именно о концепции, то речь идет о том, чтобы сократить именно ставку по НДСу. НДС у нас платят не все организации, то есть те только организации, которые находятся на общей системе налогообложения. И ввиду повышения ставки по НДСу до 22%, понизить ставку по страховым взносам. Она сейчас составляет 30%, также, соответственно, будет она 22, то есть уравнять эти ставки. Но страховые взносы платят все организации. То есть ввиду чего и как раз-таки предполагается, что улучшится состояние субъектов бизнеса, так как все-таки НДС-то не все организации платят. А отчисляют страховые взносы все? Все, естественно, на своих работников, трудоустроенных официально отчисляют страховые взносы. Но, а говоря о повышении НДС, соответственно, на кого это впоследствии? Ну, вот я как бы слышала уже относительно розничной торговли. Все-таки при розничной торговле в основном организации специальный режим налогообложения применяет ЕНВД, то есть там тоже НДС как таково не фигурирует. Но если говорить о все-таки приобретении товаров, да, изначально у поставщиков, то, скорее всего, он приобретается с учетом включенного НДС. То есть в цену может, это, конечно, может на конечного потребителя все-таки повлиять. Хорошо. Ну и самый такой, наверное, душесчипательный вопрос в плане налогообложения, это, конечно же, капитальный ремонт, с которым просто бабушки постоянно собираются. Да что там бабушки и матушки. И матушки, и бабушки, то есть даже молодые люди собираются просто с настоящими протестами против налога на капитальный ремонт вообще, что это такое, почему ввели эту статью, и что будет, если отменят ее, во-первых, и что будет, если не платить? Что будет, если не платить? Ну, отмечу, что взнос на капитальный ремонт не является налогом, то есть налогом являются только те сборы, которые предусмотрены у нас налоговым законодательством. Взнос на капитальный ремонт, он предусмотрен жилищным кодексом, то есть это сбор в рамках жилищного законодательства. Он предназначен для того, чтобы вот эти денежные средства, которые в соответствующем субъекте собираются, направлялись именно на капитальный ремонт на квартирных домах. Но каких-либо исключений, ну, таких существенных нет. То есть в основном недовольства оцениваются, скажем так, тем, что, во-первых, люди уже пожилого возраста не знают, доживут ли они до капитального ремонта своего дома. Может быть, кто-то переедет к тому времени. Да, либо переедет, либо, например, в новостройках. То есть понятно, что капитальный ремонт в ближайшие несколько десятков лет не предполагается. С учетом того, как у нас все-таки капитальный ремонт по какой производится в системе. Поэтому, да, недовольство существует, но, к сожалению, как таковых изменений в данной области у нас не предусматривается, в том числе в части исключений введений. То есть, например, рассматривались одно время законопроект, но обсуждения тоже были в Государственной Думе, чтобы относительно новостроек, которые введены в эксплуатацию, пять лет, ну, то есть, менее пяти лет, чтобы сборы эти не осуществлялись. Но при этом цель-то заключается в том, чтобы эти денежные средства, которые со всех собственников собираются, на самые такие старые дома направлялись. То есть, типа, до вас очередь тоже в определенный период дойдет. А сейчас вы помогаете. И другие собранные денежные средства пойдут на ремонт вашего дома. Так же, как отчисление финансового. То есть, раньше же, как бы, делали капитальные ремонты, то есть, и без этих сборов. То есть, откуда-то же брали деньги и нормально жили вроде бы как. Ну, естественно, тут, понимаете, тоже сейчас возложили, по большому счету, это на собственников непосредственно жилых помещений. Раньше это было на, скажем так, плечах муниципального образования. То есть, соответствующие доходы, либо дотации. Самый такой, наверное, главный вопрос, который все думают. А если не платить? Если не платить, то предусмотрена гражданская права и ответственность в виде обращения на вас в суд. То есть, взыщут вот эти взносы, которые у вас набежали всю задолженность, и плюс пение вам насчитают. То есть, только такая ответственность. У нас никакой дополнительной уголовной ответственности нет. Слава богу, пока нет. Но говорим мы, наверное, о сборах налоговых. Пойдешь в какой-то госорган, нужно справку получить, платишь госпошлину. Если у тебя квартира, отчисляешь налог на имущество. Но также есть и обратная сторона. Если ты тратишь деньги на образование, на лечение, то государство тебе возвращает. Давайте вот об этом поговорим чуть-чуть. Есть такое понятие, как социальные вычеты. Они по разным направлениям предусмотрены. То есть, в случае, если, например, вы тратите на образовательную, на свое обучение, да, денежные средства, если на лечение, именно в учреждении здравоохранения, которое имеет лицензию соответствующую. То есть, если вы затраты определенно произвели, вы можете получить данные налогового вычета. То есть, для этого, что вы, собираете документы, то есть, договор заключенный, что действительно... Год, год вы собираете документы. Ну, вы в процессе обучения уже можете их собирать. То есть, договор в любом случае заключается. Платежные документы вы в любом случае даже для того, чтобы себя обезопасить, как заказчика услуги... Сохраняете. Сохраняете, да. Плюс, берете лицензию, заверенную в организации, и подаете... И еще плюс, у работодателя берете справку 2НДФЛ, подтверждающую ваши доходы за соответствующий налоговый период, то есть, за год. И сдаете документы в налоговую инспекцию по месту жительства в течение трех месяцев. А за что еще можно получить вот эти вот вычеты? Имущественные вычеты. То есть, если приобретаешь квартиру? Обучение, здравоохранение, что еще? Есть еще на детей вычеты, социальные вычеты. И это получается, на каждого ребенка предусмотрена определенная фиксированная сумма, которую вы можете также вернуть себе несовершеннолетних детей, которые вас на содержании находят. То есть, сколько я потратила на своего ребенка? Нет, просто. Просто фиксированная сумма, которую вы можете себе вернуть. Вот так я потратила. Есть стимул рожащик тратить деньги. Понятно, хорошо. Ну, а теперь давайте поговорим о другой стороне. То есть, мы все платим налоги вам, все законопослуженные граждане. А куда же вообще направляются вот эти все деньги? Куда, куда, куда? Ну, как я уже сказала, то есть, целевой характер налоговое законодательство нас не предусматривает. То есть, налоговые сборы, они поступают в соответствующий бюджет, так как у нас предусмотрен налоговым кодексом. И большая часть вот этих сборов, допустим, мы как субъект Российской Федерации, Иркутская область, отдаем в федеральный бюджет. Ну, и, соответственно, как мы знаем, на каждый год утверждается у нас бюджет. И когда утверждается бюджет, все доходы учитываются. И, соответственно, определяются статьи расходов самые-таки оптимальные, необходимые, да, на которые нужно данные денежные средства настраивать. Ну, вот, допустим, сейчас у нас такая проблема с Байкалом, да, то есть, ну, будут выделяться ли на это деньги? Ну, я надеюсь, что, конечно, будут вообще на экологию, каждый год выделяется, тем более у нас сейчас... Стоит острая проблема с этим. Стоит острая проблема, и, скажем так, по различным, да, статьям, на социальную сферу, и в том числе на экологию, я думаю, определенные денежные средства. Ирина, и вот такой вот личный вопрос, вы, как человек, разбирающийся в системе налогообложения, с юридической стороны, еще и с экономической, какой налог вы бы вели, вот, лично? Или отменили. Думали об этом? Ничего дополнительного я бы не водила. Я бы пересмотрела, конечно, имеющуюся систему налогообложения, исходя из дифференциации относительно, все-таки, физических лиц, исходя из того дохода, который, все-таки, граждане получают. То есть, у нас есть люди, которые там живут на зарплату 15 тысяч рублей, и, естественно, им хватает этих денежных средств только для удовлетворения своих самых насущных потребностей. И при этом, из этих 15 тысяч рублей работодатели обязаны НДФЛ 13% подчислять. Так же, как, например, человек, который получает 100 тысяч рублей. А какой налог вы считаете вообще абсолютно ненужным? То есть, который вы отменили? Честно говоря, не усматриваю, чтобы совсем, да, не было. Потому что, по большому счету, ну, если с забывательской точки зрения смотреть, естественно, любому гражданину кажется, что любой налог ненужный. Понимаете? Потому что, во-первых, непонятно, все-таки, всегда считают, вот я налоги плачу, дороги не делаются. Ну, как мы вот говорим, что целевого характера люди не видят, куда расходуются. Но, по большому счету, в любом государстве существует система налогообложений. И когда ее совершенно нет, но это... Это не государство. Может быть и так. Ну, либо это говорит, что нет такой необходимости. Но все-таки в большинстве своих случаев невозможно пополнить бюджет без данных. Соответственно, вот установлено. Спасибо вам большое. Очень интересный получился у нас диалог. Очень много полезной информации. В гостях у нас была Ирина Клинова, юрист. Ну, а мы продолжаем нашу программу.